Приветствую вас на YouTube канале Процветок. Сегодня с вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Мы с вами поговорим о календаре работ, которые надо сделать в апреле. Все работы привязаны к центральной части Белоруссии. Поэтому, если вы живете южнее или севернее, или в других регионах, соответственно, делайте поправки на свой климат. Начнем по парадошку. Что мы необходимо сделать в саду в апреле? В эту пору мы продолжаем обрезку плодовых деревьев. Но необходимо учесть, что в эту пору земля начнет растаять. Если она начала таять, значит мы уже по саду не ходим, не нарушаем, не делаем следы. Потому что эти следы, которые мы делаем в талой земле, остаются очень-очень долго на земле. И как бы уплотняем почву, что не хуже трактора. Поэтому не травмируем нашу почву. Отложим нашу обрезку еще на недельку, на 10 дней. Когда почва подсохнет, мы сможем заниматься. Ну, можно также уже приступать и к обработкам плодовых деревьев. Вы можете использовать, значит, как такие старые, испытанные средства, типа бордосской смеси, типа азофоса. Вот так вы можете и более современные. От болезней вы можете обработать плодовые деревья хорусом, которые хорошо работают в холодную погоду. Ну и добавок, значит, еще не поздно, почки у нас еще не набухли, не распустились, по крайней мере, в нашей зоне. Значит, еще можно сделать даже обработку азотосодержащими удобрениями. Это 700 грамм мочевины на 10 литров воды, или килограмм аммиачной селитры на 10 литров воды, или полтора килограмма сульфата аммония на 10 литров воды. Такой концентрированный раствор, он как соль сжигает яйца насекомых и споры возбудителей болезней. И в то же время служит прекрасной подкормкой для наших садовых растений. Также в саду что мы делаем? Обязательно снимаем укрытие. Уже освобождаем растения от зимних укрытий. В апреле температура повышается, и если у нас растения будут прикрыты слоем перегноя большим, или опилок, или что-то похожее, значит, вы можете их погубить. Укрытие надо оттаяв слой, сняли, оттаяв слой, сняли, все снимаем. Единственное, что морозы также заморозки бывают, и они еще будут. Поэтому можно растения просто притянить. На ночь укладывать какой-то рубероид, притянить, какой-то лапник можно, спонбондом прикрыть. В общем, вариантов притянки очень-очень много. В эту пору что мы уже делаем? В апреле месяце. Значит, убираем сухие листья земляники. Убираем сухие листья земляники, рыхлим между радия, вносим полное комплексное удобрение из расчета 100 грамм на 1 метр квадратный, и ставим пероносные дуги. Это нам позволит получить урожай этой культуры примерно на месяц раньше. Что немаловажно, это продлит сезон сбора этой чудесной ягоды. Также мы уже поднимаем ветки малины, которые у нас были привязаны, ну, были прыгнуты к земле. Мы их поднимаем, закрепляем на опорах. Сделывая эти работы, мы, значит, уже уничтожим болезнетворный фон, и у нас растения будут более-более здоровые и более-более живые. И вдобавок, что продолжаем заготовку черенков, уже в середине месяца, когда начнут набухать почки, мы можем приступать к прививке растений черенками. Ну, об этом, о самом черенковании, об этих способах, а их существует более 150, мы расскажем в следующих выпусках. Ну, сама гаража пора в апреле наступает и у наших огородников. Какие гаража пора кипит в теплицах? Во-первых, рассадные работы, пикировки, рассаживания, посадки на постоянное место помидор, посадки на постоянное место огурцов и прочие-прочие работы, все эти, как бы, занимают много времени. Но уже начинаются работы, которые проводятся в открытом грунте. Что в открытом грунте мы делаем в апреле месяце в нашей центральной части Белоруссии? Во-первых, не забывайте, что наступило время посева холодостойких культур. И посадки ярового чеснока и репчатого лука. Ну, значит, многие откладывают работу на потом. И очень-очень напрасно. Если мы высаживаем в начале апреля лук-севок, лук-семейку, как мы называем, яровой чеснок, значит, в условиях пониженных температур они образуют хорошую корневую систему и прорастают. А вот когда появляется луковая муха, она появляется обычно в середине мая месяца, наши растения уже грубевшие. Они меньше повреждаются луковой мухой. Это же способ убежать от луковой мухи. Вдобавок, наши растения, лука и чеснока, раньше закончат на месяц вегетацию. А раньше закончат вегетацию, значит, они будут меньше повреждаться болезнями. На луке не будет той ложной, мушнистой росы. И не появится она и на чесноке. И вдобавок, используя, чтобы портить хорошие запасы, что влаги после зимы, наши растения дадут больше урожай. И естественное вызревание, их пройдет в благоприятные сроки. А соответственно, от ранних посадок и лук и чеснок будут храниться гораздо-гораздо лучше, чем мы их посадим на месяц позже. Ну и вот начинаем по культурам. Ну, значит, как бы я вот так анализировал все эти самые посевы, я вам дам такой календар. Конечно, на слух просто запоминать, может, будет сложно. Я даю вам папарацку, как они высеваются, в каком парадке можно начинать севать растения. Вы можете где-то записать и потом пользоваться этим календаром. Значит, с 1 по 15 апреля мы можем высевать. Начинаем. Самый интересный, самый первый север горох латкозерных сортов. Потом высеваем шавель, речку, редис, ревень, репу, шпинат, брукву, пастернак, капусту, лук, салат, укроп, кориандр. В таком парадке мы все занимаем градку такими овощными культурами. Следующие культуры, они как бы холодостойкие, но уже менее холодостойкие. Это будет горох морщинистых сортов, бобы, артишок, петрушка, щельдерей, цикорий, морковь, и уже начинают зеленеть берозы, высаживаем картофель. Подзеленение бероз, это значит порта уже прогрелась на 8 градусов, садим картофель. А уже третья группа, которую мы высеваем в апреле, они относятся к группе холодостойких, но при похолодании они могут давать негативные разные процессы. это свекла, кукуруза, кукуруза, кремнистых сортов, а потом кукуруза зубовидных сортов и спаржа. Исходя из этих сроков, если вы посеете, значит, вы получите хороший, хороший, хороший урожай. Ну и нас также, кроме огорода, мы работаем и с компостными кучами, значит, ты еще так пропустил одну работу, которую надо сделать в нас в огороде, это обязательно. Для того, чтобы скорее ходить по огородным градкам, мы граблями барануем все дорожки. Парабарановали дорожки в солнечный день, они моментально за день подсыхают. Потом мы смело можем ходить и смело обрабатывать градки. Ну, по градкам. Если у нас градки уже подготовлены к осенью, значит, мы обязательно граблями проходим наши градки, барануем. Что это дает? Это называется вешение закрытия влаги. Верхний слой подсыхает, но влага из почвы не испарается. Все, что со снегом упало, все остается в почве. Но, если вы не делали такое не готовили градки с осенью, у вас что-то осталось такое пустое, там уже есть эти градки тоже нельзя оставлять без внимания. Там есть сходы сорняков. Пока сорняки маленькие, там его окрыться и прочее. Не волнуйтесь, пока вы соберете с 1 апреля подойти к этой градке, сорняки очень укрепятся, очень вырастут. Поэтому такие градки, которые не подготовлены с осенью, проходим чапкой или плоскорезом и обязательно сбиваем все сорняки. Сорняков быть не должно. И, соответственно, это то же самое происходит в закрытии влаги. Немало работ предстоит в эту пору в апрельскую и в цветниках. Ну, самое первое. По таломерзной земле рассеиваем азотное удобрение по цветочным культурам, по декоративным кустарникам. Не помешает это, кстати, и саду. Рассыпаем. Днем, как бы, тепло, ночь замерзает, выделяется влага, удобрения раствораются и хорошо уходят почву. Это очень помогает. Ну, также снимаем зимнее укрытие с роз. Снимаем зимнее укрытие с других кустарников. Не забываем, что в эту пору могут быть ожоги на туях. Поэтому туи мы можем обрызгивать просто обыкновенной, с опрысканием, обыкновенной чистой водой. Для того, потому что корни работают еще слабо, а ветки спарают влагу. Опрыскиваем водой, и это помогает нашим туям сохранять хороший, хороший вид. Ну, апрель месяц, это такая пора, когда надо уже высаживать в открытый грунт где-то в середине месяца гладиолусы. Поверьте, что пока они кончатся заморозки, гладиолусы из земли не вылезут. А это самый лучший барометр окончания заморозков. Они взойдут, они чувствуют, когда кончатся заморозки. Поэтому можно в дальнейшем ориентироваться и со сроками посева других овощных культур. Подращиваем различную цветочную рассаду, высеваем то, что будет цвести бархат, цинна рассаду, сальвина рассаду, цинина рассаду. Все это надо сделать для того, чтобы иметь более раннее цветение этих многолетников. Прислушайте их к нашим советам, используйте то, что вам было порекомендовано, и вам хороших урожаев и радости от работы на садовом участке. До свидания.